тут навстречу попались люди с ружьем его символ выстрелы выстрел тут кто-то на кого-то охотится а вот там не безызвестный замок ив где томился в заключении граф монте-кристо вообще путеводитель не советует ходить по этому маршруту в одиночку теперь я начинаю понимать почему такая вот красота всем привет сегодня 9 сентября 2018 года я нахожусь в марселе у входа национальный парк каланки и сегодня собираюсь пройти относительно небольшой маршрут точно не знаю сколько километров 30 я думаю вот это так называемый синий маршрут здесь они все размечены он проходит по горам а потом выходит к морю маршрут мне неизвестный но надеюсь там все будет здорово и красиво посмотрим маршрут размечен будет видно что действие из этой точки начинается несколько маршрутов мы пойдем по первому синему тут навстречу попались люди с ружьем охотники видимо не знаю на кого здесь охотятся вот такими полосочками на камнях обозначены маршруты ну и в соответствии с цветом можно выбирать куда идти но пока они здесь все вместе в самом начале уже начался подъем в гору дорожка становится такой все более каменистой посмотрим что будет дальше здесь дорожка уже перестает быть дорожкой собственно говоря это просто кусок скалы более менее пригодный для марша вообще это маршрут средней категории сложности то есть не требует никого специального снаряжения но в то же время подразумевает наличие определенной подготовки отсюда открывается хороший вид на марсель а там вдали возвышается его символ церковь нотр-дам-де-ля-гярд о слышали выстрел тут кто-то на кого-то охотиться хорошо бы не попасться под горячую руку и случайную пулю а вот там слева виден небезызвестный замок ив где томился в заключении граф монте-кристо он там вдалеке виден паром который идет на корсику вот он здесь на камне нарисован черный крестик это значит здесь заканчивается черный маршрут точнее тем кто хочет идти по нему надо сворачивать вот черный маршрут он вообще выходит на берег моря на побережье там далеке видна такая огромная белая ракушка это марсельский стадион велодром не знаю почему называется велодром по-моему там в основном футбол и в регби играют они на велосипедах катаются довольно крутой такой подъем крутым и сколько в общем а тут уже трудно вид отсюда потрясающе открывается красиво вот такая вот дорожка как камеру убрать я поднялся на первую такую небольшую вершину на своем пути отсюда видна уже другая сторона колонок там красивый вид острова горы сосны все как мы любим забавно при хорошем увеличении отсюда можно даже разглядеть мой марсельский дом то есть он там он неподалеку от велодрома находится с одной стороны когда находишься здесь в колонках среди этих причудливых скал то кажется что это где-то на другой планете а с другой стороны можно заглянуть в свои собственные окна но сейчас мы уйдем в глубь гор и марсель уже оттуда будет не виден ну вот тут очередные наскальные рисунки направление наскольких несмотря на небольшую область солнце уже жварит во всю вот и этот участок пути оказался довольно патагонным таким вот но сейчас вроде бы впереди будет небольшая плоская фаза то есть подъем на какое-то время закончится и пойдем по гребням и специально он вмонтирован такой железный трот как степерил потому что иначе тут спуститься довольно затруднительно будет конечно скалы здесь просто прекрасно особенно мне вон та нравится похоже на пару как-то раз зимой или весной я оказался с другой стороны там дул жуткий мистраль очень сильный ветер меня там чуть не сдуло на самом деле спускаться зачастую гораздо тяжелее чем подниматься это знают все люди ходят и по горам как он взял и здесь 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 рептилии местные ну вот такой монументальный крест на вершине горы это называется насколько я понимаю 100 мм марсеевер то есть вершина марсеевер это вот весь этот участок колонок такая вот красота который здесь так они ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут такие интересные, пористые, ветром созданные скалы. Между тем я поднялся на очередную вершину. Очень жарко на самом деле, но по мне это видно. Вот маршрут весьма интенсивный пока что. То есть все время приходится либо карабкаться, либо спускаться. Практически нету каких-то плоских участков с тропинкой. То есть дорога такая очень условная. Очень здорово. Фантастические виды, запах сосен, каких-то трав горных, море. Очень хорошо. Вот отсюда открывается совершенно роскошная панорама ущелья. Конечно, видео не передает этого ощущения масштаба, монументальности. Здесь как раз наконец-то небольшой плоский участок. Такая более-менее ровная тропинка. Можно отдохнуть. Вот когда у вас плейный часа исключительно карабкается, или хочется скользнуть куда-нибудь, то устает. Вот. Здесь очень хорошо идти. И вид, конечно, совершенно сумасшедший. Субтитры создавал DimaTorzok Все это время, пока шел, Марсель оставался в пределах видимости. То есть получается, что шел по западному склону Каланок. А сейчас перешел на восточный склон. Города больше не видно. Видно только море и горы. Но здесь уже начинает чувствуется небольшой ветерок. Потому что с той стороны ветра не было совершенно. Ну вот, так постепенно я дошел до Каланк-де-Согмиу. Вот эта Каланка. Внизу ее там видно. Очень красивая. Каланка считается одной из самых красивых во всем побережье. Там вон яхточки стоят, пляж. Там я уже как-то ходил. Но сейчас я думаю продолжить идти по дороге. Тем более дорога, как видите, тут вполне приличная. И вот после небольшой плоской паузы снова начались такие крутые козьи тропы. Я решил, что сейчас самое время перекусить. У меня бананы, яблоки. Это потемневшая морковка. И водичка. Прекрасная трапеза. Ну а теперь, пообедав и немного отдохнув, можно двинуться дальше, чтобы дойти до конца нашего синего маршрута. Пойдем мы вот туда. Именно там, на его конце. И завершается этот маршрут. Потом придется вернуться немножко обратно. Субтитры сделал DimaTorzok Когда смотришь вот на такие пейзажи, эти скалы, заливы, трещины в горах, какие-то пласты, камни. Тут очень живо представляешь, как это все формировалось из первоначального хаоса, как двигались эти пласты, породы, поднимался океан. Все это очень живо чувствуется и представляется. Потому что когда мы в городе, то это ощущение нахождения нашего в каком-то космическом, в принципе, пространства, оно совершенно теряется. А здесь, вот в таких вот пейзажах, оно наоборот становится очень острым. Ради этого сюда стоит выбираться. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас понятно, что отсюда надо спуститься вниз, вот по этой тропке. Тропинка, доложу я вам, тут так себе, довольно крутая, и камни все время выскальзывают из-под подошвы, так и норовят себя тянуть. Уф, преодолел я этот спуск. Это был, пожалуй, самый сложный участок маршрута, потому что спускаться по ускользающему все время из-под ног щебню, под довольно крутым таким уклоном, удовольствие так себе. не дай бог здесь оказаться в дождь или сильный ветер, от костей не соберешь. Но, зато, теперь я уже близко к цели. На самом деле, вот отсюда, снизу, стена выглядит вполне себе внушительно. Преодолеваем крепостную стену, бойницы, Кому могло понадобиться ее штурмовать. Постепенно я приближаюсь к финальной точке. Больше пяти часов, на самом деле, занял путь от Марселя до сюда. Но еще не дошел, кстати, до чего он летит надо до конца той скалы. Видите, какой там живописный парус белей. Море сегодня очень спокойное, можно сказать, полный штиль. Здесь вот еще один фрагмент стены этой, совсем уж разрушенной. яхты, катера, лодки и прочие элементы с вкладкой жизни. с вкладкой. Ну что ж, вот я и добрался до самой финальной точки. Весь путь занял у меня пять часов с лишним. Вот, и сейчас мне предстоит еще вернуться. Самая сложная часть, это вновь сейчас придется подниматься вот вот эту гору. По этой скользящей щебенке не очень понравилось. Ничего, нормально. Я думаю, что вот там видно холанка с армиу. В плавь до нее было бы добраться быстрее. В плавь было бы добраться быстрее, чем мне сейчас идти пешком. Потому что вот этот подъем займет уйму времени. Там буквально по сантиметру приходится подниматься. Активная жизнь. Эти катера. Здорово! Здорово! Я очень доволен. Сейчас немножко передохну и вперед. подниму! Это тро. Субтитры Круто! Сейчас подниму! Субтитры Я! Субтитры Круто! Я! Субтитры Круто!